Девушки отдыхают Все участники аварии говорят, что все случилось так. И Сузуки, и Фольксваген движутся в одном направлении. Сузуки пытается обогнать Фольксваген. В какой-то момент водитель Сузуки теряет контроль над ситуацией и таранит Фольксваген. После удара Фольксваген вылетает на обочину. Там машина врезается в столб. Автомобиль буквально сносит электроопору. Только чудом ни водитель, ни пассажирка Фольксвагена серьезно не пострадали. Столб стоял именно здесь. Удар был достаточно сильный, потому что электроопору буквально срезало под корень. Ну, к счастью, и водителю, и девушке-пассажиру Фольксвагена крайне повезло. Водитель Фольксвагена возвращался домой. Мужчина говорит, ехал по правилам. Ехал по второй полосе, водитель Сузуки обгонял меня с правой стороны и ударил в зад машины. Машину развернуло, и мы снесли столб. От удара водитель получил несколько царапин, а его пассажирка – травму лица. Мужчина говорит, что это мизерная плата за спасение в такой ужасной аварии. У девушки на лице гематома, а у меня колено болит. Ну, это, я считаю, что несущественно. За рулем Сузуки ехала женщина. Она утверждает, что ехала не очень быстро, а в нужный момент просто не успела правильно оценить ситуацию на дороге. Скорость была где-то, может, 75 км в час. Впереди идущая машина, получается, начала притормаживать. Хотя у меня уже просто, видимо, скорость была больше, чем у него. И, получается, у меня не было возможности ни вправо съехать, ни влево, потому что слева уже машины были. То есть поток машин шел полный, все полосы были заняты. Но, несмотря на все вышесказанное, вины с себя женщина не снимает. Говорит, рада, что все обошлось без серьезных последствий. Слава Богу, все целы. Ну, так. То есть, как бы, моя вина есть, понятно. На месте аварии остались работать следователи. Им предстоит выяснить все детали столкновения. Скорая помощь уехала, никого с собой не забрав. Еще раз глядя на побитые машины, можно сказать, что все могло бы быть намного хуже. Больше видео с места аварии смотрите на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.